После Бузулука Самара показалась ему огромной. И работы, и забот втрое. Но все же первой заботой была банда, орудовавшая на железной дороге и обкрадывавшая вагоны. Это Андрей Вятский, его книга «Первый орден». А наш сегодняшний рассказ о Льве Ефимовиче Маневиче. Спокойно трубку докурил до конца. Спокойно улыбку стер с лица. Команда во фронт. Офицеры вперед. Сухими шагами командир идет. Особенно часто вагоны разбивались на сортировочной горке. И долгое время думали, что это результат несчастных случаев. Но потом стало понятно, что несчастные случаи происходили как-то очень странно. И большей частью с вагонами, в которых везли грузы на вес золота, сахар и мануфактуру. Частыми были и пропажи вагонов. Допустим, идет такой вагон в Самару, где его ждут не дождутся. Еще в Ивашенкове он был, а до Самары так и не доходят. И как сквозь землю провалился. Ищут его, ищут. И находят только неделю или две спустя. Где-нибудь в Кенеле или в Бузулуке, а то и в Самаре. Но уже очищенный. Станционные чекисты делали все, что только было в их силах. Устраивали засады на сортировочных горках. Встречали и провожали поезда. Но, во-первых, чекистов было слишком мало. Многие из них ушли на Восточный фронт. А во-вторых, там, где была устроена засада, ничего не происходило. В обоих политотделах и в дорожном, и в районном ломали головы. А грабители и спекулянты наглели с каждым днем. Надо было что-то предпринимать. Но что? И больше всех за эту задачу, ставшую проблемой, переживал он, Лев Маневич. Беда была еще и в том, что среди проводников, как выяснил Маневич, не было ни одного большевика. Были эсеры. Правда, немного. И называли они себя не просто эсерами, а Левыми эсерами. И возглавлял эсеровскую группу «Бурчак». Холеный мужчина с очень вкранчивыми манерами. Добровольно вступив в Красную армию в 1917 году, Лев Маневич воевал на Восточном фронте и на Кавказе. Был штабным работником, командиром отряда особого назначения и комиссаром бронепоезда. Весной 1920-го был направлен на учебу в высшую школу штабной службы комсостава РККА, который окончил в 1921 году. Летом 1921-го женился на дочери самарского фельдшера Надежде Михиной, а в следующем, 22-м, в них родилась дочь Татьяна. Пройдет еще несколько лет, и профессиональный разведчик Лев Маневич навсегда превратится в Конрада Кертнера. И под этим именем будет жить сначала в Австрии, а потом в Италии. Но все это будет позже. А пока живущему в Самаре Леву Маневичу предстояло вывести на чистую воду бандитов, держащих в страхе железную дорогу. Кажется, операция была продумана так, что никакие случайности не должны были помешать. Все было продумано, все было учтено. Рано утром была объявлена вечерняя мобилизация коммунистов. Мобилизация секретная, но Маневич постарался, чтобы Бурчак узнал о ней тоже. Его, Бурчака, тоже пригласили на ночную облаву в районе бывших губернаторских дач, где рассеялись остатки выгнанной несколько дней назад из города банды анархистов-уголовников. Бурчак ответил согласием и выделил из своего отдела трех сотрудников. Пошел бы и сам, но приболел, понимаешь, температура. Станционные чекисты встроем с винтовками наперевес покинули привокзальную площадь и разошлись по городским улицам. А потом по одному тихо вернулись сюда. Мобилизованы были на это дело и железнодорожники, которые взяли под контроль весь узел и сортировочную горку и тупики. Но с виду казалось безлюдье. Действуй на здоровье. Накануне операции Маневичу удалось выяснить, что Бурчак лично руководил спекуляцией, снабжал спекулянтов деньгами и товарами, не искупился на подарки и подачки. Даже его, Маневича, несколько раз пытался зазвать по-дружески, как коньячок. С большим трудом Маневич убедил станционное начальство пожертвовать одним хорошим вагоном, который будет разбит от чугунные столбы. Вагон был доверху набит красноармейскими полушубками, которые везли из Ижевска. Да уж, полушубки – великая ценность, разворуй которую, и никто тебе этого не простит. Но Маневич настаивал, без риска в этом деле не обойтись. Маневич не сомневался. Бурчак не пропустит того, что само шло ему в руки. Кассир товарного двора, работавший на своего хозяина, еще ни разу не подводил его. Городские бандиты, кормившиеся около главного инженера, тоже знали свой час и место. Их дело в считанные минуты растащить добро по хазам. Весь расчет потом. И здесь Бурчак в накладе не останется. Так было до сих пор, но больше, кажется, уже не будет. Шулеру и авантюристу с дипломом инженера, присланному в Самару влиятельными друзьями из Москвы, теперь приходил конец. И вот в депо начали мелькать какие-то подозрительные тени. Темные силуэты скользили вдоль путей и потихоньку вылезали из-за пристывших к рельсам вагонов. Теней было много. Много больше, чем ожидалось. Ну что ж, это и хорошо. Меньше их останется на свободе. И вот задрожали и зазвенели рельсы. С северной стороны без огней шел вагон, толкаемый кукушкой. Но вот кукушка остановилась и пошла назад. А вагон все быстрее и быстрее покатился под горку. На минуту у Маневича заложило уши. Показалось, как будто бы одновременно разорвали тысячу кусков чертовой кожи. Выдержка. Только выдержка. Пусть побольше их соберется у вагона и загрузит себе руки. Ну а вот теперь пора. Маневич сделал выстрел вверх. Ошеломленные бандиты побросали то, что было у них в руках, и попытались скрыться. Но скрыться им было некуда. Они были окружены. Тогда кто-то попытался пробить себе дорогу огнем. Но у него вышибли наган из рук и подвели к Маневичу. Это был Бурчак. Его холеное лицо в луче фонаря выражало недоумение. Позвольте, я здесь случайно, сказал он. А стрелял я в порядке самообороны. Прошу немедленно меня освободить. Возможно. Возможно. Улыбнулся Маневич. Позже разберемся. А сейчас отведите господина Бурчака в ЧК. Я скоро приду. А мы еще раз забежим вперед и расскажем о том, что ждало Льва Маневича в будущем. В 1932 году, когда здоровье разведчика стало ухудшаться, в своих посланиях в Центр он не раз и не два просил руководства найти ему замену и отозвать в СССР. Кроме этого, Маневич уже давно начал замечать признаки слежки со стороны контрразведки. Но найти равноценную замену специалисту такого класса было совсем непросто. Поэтому Центр медлил. В октябре 1932 Маневич был арестован. В 1937 ему предъявили обвинение в шпионаже, приговорив к 16 годам тюремного заключения. Ни на следствии, ни во время суда Маневич так не раскрыл ни своего настоящего имени, ни подданства. И был осужден как австриец Кертнер. Свой оперативный псевдоним разведчик Лев Маневич откроет только товарищу, с которым познакомится в лагере Эбензея. И только за день или за два до кончины в мае 1945 года. 20 лет спустя в правде будет опубликован указ о присвоении Льву Ефимовичу Маневичу Звание Героя Советского Союза Так, перестали биться вагоны на станции Самара. Но решение одной этой проблемы не означало решение всех. ТИФ, бандитизм, острая нехватка бензина и другого топлива. Проблемы вырастали одна за другой. И все эти проблемы приходилось решать ему, начальнику политотдела Самара-Златоустовской железной дороги Льву Маневичу. А то еще тревожные звонки из уездов, то перебили отряд в Поповке, то вспыхнуло восстание под Богорусланом. По телефону сообщили, что арестовали всех пронотрядовцев. Убежать удалось только одному человеку. Что мог сделать в этой обстановке начальник райполитотдела? Кажется, самое лучшее предложить дождаться, пока отреагирует начальство сверху. Но Маневич знал, что на это уйдет уйма драгоценного времени. А самым худшим он считал ожидание в бездействии. И начальник политотдела Маневич не бездействовал. Он искал выходы и находил их. На дворе стоял 1920 год. А впереди у разведчика Маневича были война, чужая жизнь и своя собственная смерть. Вдали от Самары и от Волги. 25 лет спустя. Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей. С вами был Михаил Перепелкин.